Всем привет! Меня зовут Никита. Я вам расскажу немножечко про руби. Вот такие вот темы. Сначала мы поговорим про моменты, которые у меня вот так просто волосы дымом стоят, я не понимаю, что происходит. Потом всякие «гочас», я не знаю, как это на русский перевести, это, наверное, необычевидные какие-то моменты. Потом вот это вот слово «собеседований». У меня в последнее время было очень много собеседаний по руби, и некоторые вопросы часто очень повторяются. Ну и я вам так задаю, что думаешь, что ты не знаешь на них ответ. И все, кто будет… Часто вообще будет много интерактива. Я буду задавать вопросы. Если вы знаете ответ, я вам даю конфету, короче. Можете тут нажаться вообще, если знаете руби. Про конфеты я должен был отключить в слайд. Итак, первое, что меня очень удивило в руби. Я эту фишку не знал, может она на самом деле популярная, но я узнал о ней только когда начал готовиться к этому докладу. Это, собственно, присваивание. То есть мы делаем какой-то класс «фу», потом… он светит? Чего-то нет? Что здесь происходит? У нас есть класс «фу», у нас есть метод класса «bar», соответственно, который записывает в instant переменную бар значение «value». Как вы думаете, что должно вывести 7 строка, если мы запустим эту программу? Что должно вывести в консоли? Значение. Какое? Какое? Ну блин, а текст-то какой будет написан? Ну, как и пора. Всё, теперь рассмотрим. Привет, пожалуйста, Том. Нет, ты из-за того, что когда в IQ пишешь переменные, присвоишь что-то и проверяешь… Я не понял, плавно. А он, кстати, путь свернет уже NIL. Вот. Собственно, вот Антон прав, это Proof. Это я со своего домбука запустил. Так, скажите, а что? Вот то же самое абсолютно. Мы то же самое присвоим значения. И если кто Руби не знает, не знаю, кто-нибудь, может, не пишет, а Руби. В Руби можно написать return, и, соответственно, метод возвращает последнее значение метода, последнее перемен. А что должно вывести вот эта программа? Питон. Питон. Что? Питон, да? Питон. Точно? Он возвращает Руби forever. Ещё раз. Ну, вот представляете, вы пишете программу, делаете assignment какой-то, и пишете return, и что-нибудь на основе, допустим, такого value. Вы хотели вычислить и вернуть. Нет, в Руби так нельзя. Вот. Я немножко охерел, короче. Вот. Вот что говорит Stack Overflow, точнее, чувак Крис Джонсон с ссылкой на программу на Ruby, Cert Edition, говорит, что значение mass-side expression это R-value, то есть всё, что справа находится. Так что вот надо эту вещь очень учитывать, чтобы, ну, не знаю, выявляться. Дальше у нас идёт undefined variables. Ну, соответственно, дань определенной переменной, да? Что произойдёт сейчас? Я только открыл сессию R-B, видно, да? То есть я ничего не делал. Что произойдёт? Undefined. Да. Нам у тебя жутка по логике. Лёха типа первый. Ну да, ошибка. Лёша. Ничего, что я тебя посиделил? Нет. И даже потом. Соответственно, undefined local variable for method b for main logic. Вот. Окей. Что будет, если сейчас мы выполним программу? New. Блин. Сразу видно, кто в игру мешает. Я пока конвертер переводил, мне всяких херни навидал. Так, соответственно. А, ну вот. New. Так, а я вообще тот слайд показывал. Может, я это показал сначала? Окей. Вот. А что в этом случае будет? Окей. Вы угадывайте. Вы знаете, что будет подъёб какой-то. Это Лёша. В общем, пишет в том, что каждый раз, когда мы чему-то присылаем переменные значения, да? И вот у нас такая разница-ошибка, допустим, у нас в левую переменную записывается New. И я нигде не смог найти объяснение, почему так вообще происходит. Если вы найдёте какие-нибудь мне, я это в этот слайд потом вставлю. Скорее всего, потому что ты её объявил, но... Ну, типа, такая ошибка произошла. Ну да, но просто я говорю, мне какие-то документальные подтверждения, ни в одной книге по Ruby или RubyDoc я не нашёл. Скорее всего, где-нибудь в исходных, как сами Ruby, будет прописано, что объявить переменную и присвоить их значение двумя операциями, а не одной. Скорее всего, как-то так. Окей. Можно вопрос? Конечно. А во всех версиях это одинаково работает? Ну, я, вот, конкретно, например, взял из вклада какого-то года это была версия 1.9.1 Ruby, сейчас я проверял себе на 2.3.3. Ну, так что вот уже несколько лет, да, оно так и есть. Ну, и на самом деле, я думаю, что тут есть какая-то логика. Вот, если в assignment expression мне не понравилось, да, что мы делаем явная реактура, возвращается AirValue, ну, то здесь как-то, ну, ещё более-менее непонятно. Окей. Супер-н-супер. Вообще, что это такое? Ну, тут я не знаю, тут никто считать не будет, но все, кто пишет на Ruby, знают, да, что если у нас есть, допустим, класс A, у него есть метод. Потом от класса A наследуется класс B, у него есть метод с таким же названием. Если мы его называем супер, по сути, вызывается, ну, делегирование происходит, да, вызывается метод с тем же именем у класса, который по анкестров свыше, ну, то есть, располагается, да, по цепочке. Вот. И, блин, популярный самый вопрос на собеседовании, это, а в чём разница супер и вот супер со скобочками. Вот. Есть у нас вот такая программа, это опять классно шум, с методом hello. Тут у нас есть опциональные переменные Ruby. Вот. И, соответственно, hello, что-то там. Что выведет от программы? Hello, Ruby, Ruby. Кто перескал? Хорош. Да, я чисто так. А ты пишешь на Ruby? Нет, конечно. Так, примерно очевидные вещи. Очевидные вещи, окей. Нет, ну, с учётом того, что я даже не программист. Я тут понял, что я нехрально доклад выставил, потому что, очевидно, что следующее будет подлёбкой. И все, типа, знают и там говорят, ой, там будет то-то. Окей, hello, Ruby, ты прав. Дальше. У нас есть класс bar, унаследованный от класса foo, и тут JavaScript. И вызывается метод super. Вот. Что произойдёт? Что вот 15-я строка выйдет? Я слышу кого-то сильно скрипят. По идее, Hello Ruby, но я подозреваю, что следующий пример будет супер со скобками, он будет где-то JavaScript. Но так говори, что будет. Hello Ruby. Hello Ruby, да? Нет, Hello JavaScript будет. Я себе контент оставляю. А почему для строки? А, ну, это одна программа, на самом деле. Тут видно, да, по номерам строк. То есть я объявил класс, вывел foo, hello, потом enter, да, и они просто друг друга вывелись. Окей, Hello JavaScript. Третья программа. У нас есть третий класс bus, унаследованный от foo, от нашего первого класса. И здесь мы называем со скобками. Что в этом случае будет? Как это будет Hello Ruby, потому что это пустой параметр. Ладно, ну ты просто знаешь, что по-своему. По второму, по-кому, по-кому, по-кому. Да, этот пример у нас выведет не Hello Python, как это было с Hello JavaScript. Вот как здесь. Дело в том, что, ну, так работают скобки, супер. То есть они прокидывают, либо они прокидывают с тем же argument list, либо нет. Соответственно, у нас не будет Python в этой презентации. Это не потому, что я не люблю Python. Так вот. У нас вообще, кстати, ну знаете, у нас группа есть в Hello Ruby. Да, это ВКонтакте. У нас самый популярный комментарий. Вот такой вот. Это единственный коммент с лайками. Вот это предложение прочитайте. Я переводить не буду, но это и не суть важно на самом деле. Просто я тоже такое где-то увидел. Я загубил, типа, ruby.wtf, нашел сайт ruby.wtf. И там был прям вот этот сходу пример титул. Вот. Что вот это выведет? Эксепшн. 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 Неправильно. Я себе беру. Методс нон что-нибудь такое? Что? Методс нон. Ну что, методс нон выйдет? Ну ладно, выведет false. Это вы уже не угадали. Выведет false, да? И вот, блин, мозг ломается, да? Почему? Да, потому что я тоже так сначала протупил, только где-нибудь посидел, чайок все заварил. Ну вот. И очевидно, что… Все, что находится слева, это у нас эксепшн, потому что это вообще какая-то битберда. Вот. Потом идет у нас в Ruby есть, соответственно, ключевое слово rescue, да? Которое… все, что там располагается выше, ну… Я не знаю, в каких языках это там какой-нибудь… Какие есть конструкции там… Трайкетч. Ну какие-нибудь, да. Трайкетч в джаве, не знаю. Вот. Окей. Происходит rescue, соответственно, все, что у нас выйдется, это у нас правая часть. Вот. А методс это у нас… Методс нам выводит false, потому что методс это… Все, что у нас вызывается вообще в консоли, у нас вызывается для класса object, да? И, соответственно, object.methods выведет массив всех методов этого объекта. Вот. А нам типа пустой. Вот. И, соответственно, у нас массив этих не пустой, и вот выводится false. Вот. Ну… Может быстро говорю, ладно. Вот. Дальше. Наверное, даже предпоследняя тема, если 10 минут доход всего. Вот. Прог, лямбда и блок. Кто вообще разницу знает между ними? Что это вообще такое? Прог может использовать локальные перемены, а лямбда берет их только из тех проемпов, которые ей передали. Ну… Окей, не уверен. Это же все пложи. Ну ладно, окей. Ну имеется в виду не глобальные перемены, которые через собаку пишутся, а именно локальные. То есть прок может их использовать. Ладно, это надо посмотреть. У меня другие сравнения, два других сравнения, точнее, есть. Это тоже… Вот, наверное, во всех собеседованиях, которые я проходил, мне задавали этот вопрос. Вот. Даже не так. Ко всем собеседаниям, которым я готовился, я все время гуглю Ruby, там интервью, типа, и что готовить. И там, типа, все время вас просят, типа, в чем разница. Вот. И первое статье нахожу, чувак пишет такую фигню. Это вот прям скрин, там, блокпоста. Он говорит, что procs a object, blocks a not. И он говорит, что мы, типа, никак не можем вызвать методы для блока никакие, поэтому, типа, блоки не объект. Ну, если вот так вот смотреть. То есть блок, он говорит, что это у нас такая синтаксическая конструкция, да, и… Ну вот. Меня тогда это как-то застремало, я внимание не обратил, но на собеседование сказал, что блоки не объект. Ну вот. А потом подумал, блин, я, походу, дебил. Вот. Я написал такой класс. Прок лябдоблок. Вот. В нем метод класса, который проверяет, прок это объект. Ну, нам надо проверить, вообще, а прок это действительно объект или нет. А то, может, в чем мы спорим-то. Ну вот. И в конце вот я вывожу, прок из an object, прок лябдоблок, из прок лябдоблок. Ну, из, и передаю в переменную p пустую процедуру. Ну, прок точнее. Вот. В самом классе, в третьей строке, я вывожу класс суперкласс. Ну, это мы так узнаем, какого типа класса у нас. Переменная. И, очевидно, блин, я спросить забыл. Не важно. Тут уже у всех воски заскипели. Ну, давайте помеднее, если скипели. Ну, то есть вы поняли, да? У нас есть класс, который проверяет все, что мы прокинули туда, это объект или нет. Вот. Вот. И все. Соответственно, прок – это у нас объект. Сто пудово. Затем я почему-то… А, я вспомнил. Короче, я… Я вообще писал эту презентацию… Давайте автопик такой. Я писал эту презентацию в среду вечером. Вот. И, ну, вообще, я был что-то уже в мисс Ознанке. С утра проснулся и чистил файл скопом и удалил презентацию вчера утром. Вот. И мне пришлось всю эту презентацию переписывать и все скриншоты делать буквально ночью. Я сегодня вспомнил два часа. Вот. Я не знаю, я дебил, походу, да? Я написал три одинаковых, по сути, функции. То есть можно было сделать одну функцию всего лишь из object, где проверять переменную. Так что, ну, не ругайтесь на меня. Просто я затупил. Вот. Соответственно, у нас точно такая же функция, просто название переменной другое. И вызывается те же самые для нее класс-супер-класс и проверка на object. Вот. В двенадцатой строке мы проверяем, а лянда – это, собственно, объект или нет. Вот. Вот. И прокатываем вместо proc лянду. Вот. Кто-нибудь знает, лянда – это объект или нет? Да, объект. Объект. Окей. Все. Джейк-пот интенсировал сегодня. Вот. Да, лянда – это тоже объект. Вот. И самое… Вот, к чему я подводил. Вот. Но я уже заспорили развет, поэтому я не дам конкрету. Вот. Последний наш метод – это… Блок – это, собственно, объект. Вот. И… Вот как можно… Блин, прокинуть. Человек не знал, как прокинуть блок. Вот можно так прокинуть блок. То есть мы в proc лянда в уши просто прокидываем… Ну, вызываем последним аргументом. То есть… Блок нашли все. Вот. И блок, как ни странно, тоже объект. Вот. И еще, что интересно, если… Вообще посмотрите, просто бэк-класс вывести в блок. Это, на самом деле, процедура. Ну, прок простой. Вот. Ну, да, это действительно токсический сахар. Просто это токсический сахар для прок, на самом деле. На который потом вызывается… Максим элементов, для которого блок вызывается. Вот. Вот. Еще есть какая разница между ляндой и проком. Вот. Это, на самом деле, обе прок. Но вот в лянде почему-то пишется лянда вот такая справа. Вот. Такая вот вещь. Еще последнее отличие лянды и прок, последнее, про которое я знаю, да, это то, как они трактуют количество аргументов. Вот. Смотрите. Мы создаем прок, процедура. Ленг, футс, ленг. Что я делаю? Короче, в левой части мы создали процедуру, которая принимает один аргумент. Это название языка. Вот. И мы вызвали эту процедуру не с одним количеством, не с одним аргументом, а с двумя. Ruby и Python. И вот тут я должен был не выводить Ruby, а спросить вас, что выйдется. Вот. Но я вывел уже. То есть мы видим, что процедура, она все время отрубает все лишние аргументы. Так что на это тоже как-нибудь надо не напороться. То есть у вас не будет раз... Лянда упадет. А? Лянда упадет в таком случае. Лянда упадет, да. И вот на это важно не напороться, потому что в Ruby у нас и так проблемы с этой всякой типизацией. То есть у нас много чего можно делать. Так еще в эти долганные процедуры можно запихнуть неправильное количество аргументов, а потом их просто потерять. Вот. Так что это вот важный момент, мне кажется. А лянда, соответственно, да. Если мы вызываем Python, то оно на Python не падает. Мне кажется, как и должно быть. Вот. Ну как-то так. И последнее, о чем я сегодня расскажу. Это band methods, так называемые, да. Это, ну, сервис, как со соцсететным знаком методом. В Ruby вообще, ну, знаете, да, что делает метод со соцсететным знаком, да. Это, ну, кто знает, ладно. Он меняет оригинальный объект. Он меняет оригинальный объект, да. То есть если у нас была строка, если мы там возьмем строку, допустим, то есть а равняется фу, да, а потом а сделаем upcase без соцсететного знака, результатом у нас будет все равно а маленькая, да, то есть, ну, то есть, фу маленькими буквами. Вот. Если мы сделаем а, тут upcase с соцсететным знаком, соответственно, а у нас будет содержать фу большими буквами. Вот. Ну, собственно, вот что происходит. Мы делаем upcase, она возвращает фу большими буквами. Вот. Что произойдет в этом случае? Что вернет фу? То же самое. Маленьким. Вернет нил. Вернет нил. Кода раф. Антон. И фу, upcase вернет нил. И так делают вообще большинство методов. Как бы не все. Практически все, если они не могут изменить оригинальный объект. Да. Если они ничего не делают, если вент-метод ничего не делает, по сути не меняет оригинальный объект, он возвращает принт нил. Так что никогда не пишите фу, upcase и, допустим, потому что… Ну, точнее не фу, а переменный upcase и что-нибудь, ну там, n-тодологический. Потому что у вас никогда правая часть не произойдет. На самом деле самая страшная вещь, вот, в таких методах это сорт воспользовательный знак. Это как будто очень страшная вещь. Сорт воспользовательный знак? Да. Потому что ты предполагаешь, что он тебя сортирует и вернет массив, или перепишет его в данный случай. А, а он нил возвращает. Да, а он возвращает нил и как бы все. Да, это, наверное, тоже. Но я никогда так не подмахивался. Но я чувствую твою боль. Вот. Ну, наверное, все. Я не знаю, будут ли вопросы, тут такой сумбурный доклад получился. Но я его готовил, один день вы меня поймите. Нас докладчики донут просто. Спасибо, Никита. Спасибо.